А спонсор видосика CarPrice. Что это такое? Это удобный способ продать авто с пробегом без запары. Я заслал Вованна посмотреть что да как и затестить сервис. Всем привет, я Вован и мы продаем сегодня мою машину в CarPrice. Сначала помоем ласточку, потом подгоним, сделаем небольшой осмотр, оформим документы. В общем, кратенько все увидите. Продажа происходит реально без геморроя. Все просто. Записываешься на сайте carprice.ru, выбираешь время и офис. Приезжаешь, проверяют документы, наличие штрафа, проверка собственника. Далее техосмотр и если все окей, авто выставляется на онлайн аукцион. Там тысячи потенциальных покупателей борются за авто со всей России. В чем профит? Базарить и встречаться с каждым потенциальным покупателем не нужно. Этим занимается CarPrice. Доказывать на словах, что не бита, не крашена, тоже больше не требуется. В ГИБДД ехать для снятия тачки с учета тоже не надо. С CarPrice весь процесс продажи лежит на вашем персональном менеджере, который и занимается всем под ключ. Вы даже можете выбрать формат оплаты, нал или без нал. Вы, конечно, можете заморочиться и пытаться продать тачку через друзей и знакомых, а можете быстро уже сегодня продать ее на CarPrice.ru. Ссылочка находится в описании, а по промокодику обломов дополнительный профит. Плюс 5000 рублей к итоговой стоимости автомобиля на аукционе. Всем привет, дорогие друзья! Собственно, у меня в гостях чудо Юлик, потому что вы, как обещали, как мы обещали, Юлик приехал, потому что вы собрали 100 тысяч лайков на предыдущем обзоре. Я надеюсь, это тоже не подкачает. Я вижу множество пакетов, и мне страшно спросить. Я приготовил тебе кару. Дело в том, что животы наши уже полны, ибо на канале у Юлика вышел рецепт, где мы фритюрили все, почти все. Все, что смогли найти, мы зафритюрили. Ссылка будет в описании, и в конце тоже переходите, подписывайтесь на Юлика, все дела. Но сразу после этого мы вынуждены опять страдать. И у нас здесь есть самый крупный сет роллов в Санкт-Петербурге, который идет разово за одну сумму. И весит он? 20 килограмм. На самом деле, мы не знаем, сколько он весит. Возможно, они врут, я не знаю. Может, и не врут, такое чувство. Слушай, ну тут каждая пятерочка есть, по-моему. Тут семерочка, наверное, есть. А представляешь, если они 25 килограмм дали? Заслужит ли это похвалы? Но тут нужно еще понимать, что все это стоит 10 тысяч рублей. И захочется ли тебе это покупать вкусно или невкусно? Ну это как устройство банкета, но для ленивых. То есть у тебя есть большая компания, и ты такой, не-не-не-не-не. Там свадьба, пофиг. У меня всегда бесит, когда, знаешь, приходит народ играть в покер. И каждый хочет поесть что-то свое. Говоришь, давайте закажем Макдак. Не-не, давайте КФС. Ладно, давайте КФС. Я роллы хочу. Ну, ребята, жирите 20 килограмм роллы. Да, а так к тебе пришли люди, и ты такой, вот, все, задолбали. Так мы это достаем? Ну накормить этим точно можно кучу людей. Так, достаем, выставляем на стол. Собственно. Пока что я что могу сказать. Выглядит это как самые стандартные сетевые роллы. Ну, я не вижу, чтобы что-то разваливалось. О, смотри. Фило. Ну, приготовлено очень так аккуратненько. Да? Я думал, что будет хуже. Так, как мы это все будем взвешивать? Мне кажется, мои весы... Потихонечку. Помаленечку. Да. Главное, чтобы это все не развалилось. Ага. Так. Хотя, знаешь, немного потеряем, если что-то развалится. Что ж, друзья, погнали. Будем все это по очереди взвешивать. Какой вообще у тебя любимый самый ролл? Самый любимый ролл? Тяжело сказать, потому что мне очень нравится Филадельфия. Самая обычная, но жирно приготовленная, чтобы много рыбы, много сыра. Ну и темпуру очень люблю. То есть, чтобы она обжарена была? Да, жирненькая. Вообще, в целом, люблю жирную еду в основном. Давай суммировать. 1119. Вован записывает. Плюс 1159. 767. Плюс 2573. Плюс 1452. 2257. 1979. 2100. 1600. Плюс 1500. И плюс 2500. На ебать намного? На килограмм. На килограмм? Ровно. Может, тут что-то... Может, не доложили как-то? Нет, нет. Так же показывали. Да. 15 килограмм, 6 грамм, ребят. Итак, друзья. Все. Выкидываем. Нахер это. Тащи мусор сюда. Зовите собакам скоро. И бомжей. Давай, берем суши. И смесим упаковку. Только они еще на упаковке выдрали. До упаковки фиксим. Нет, ну смотри, здесь упаковок много. Ну, предположим, здесь еще 200 грамм упаковки. Кило 200. Ну, короче, на кило. Минимум на кило это кидалово. Мы взвешивали все с точностью до грамма. И здесь не 20 килограмм рову. Этот кило нужно срезать со владельца этой сушки. Да, 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 да. Как в Древней Греции вот это вот все. Не додал? Да, дай. Но, может быть, они вкусные. Может, они такие вкусные, что мы с тобой поедим и такие, блин, мы прощаем вам этот кило. Ладно, давай попробуем. Давай начнем. С классики? Давай начнем с наименее вкусного. Мне кажется, что вот такие наименее вкусные. Просто с норрис. Слушай, а их прям очень много. Ну, да. Давай вот это я. Они одинаковые? Сворачивались, судя по всему, они вручную. А можно не вручную сворачивать? Сейчас есть специальные, я видел на канале, есть такой канал «Школа сушиста». Там такой чувак, Виктор Бурда, его зовут, и он учит сворачивать роллы. Ну, конечно, блин, васаби в таких штучках, это не очень круто. Ну, ладно. И он показывал, я не знаю, реклама это или он сам все эти машины купил. Короче, машины для сворачивания роллов. Ты туда закладываешь вареный рис сверху. И кладешь кусок нори, и он у тебя уэнк, и прямо вот так выдавливает идеально рис свернутый. Ты туда закладываешь, что тебе надо, и он вот так чпок-чпок заворачивает. Удобная штука. То есть там какая-то озвученная какая-то вообще лютая, бешеная производительность. То есть там какие-то сотни тысяч нефти в час можно зарабатывать с помощью этого. Так. А ты не думал никогда свой? Ну, даже не ресторан, а ну, хотя бы доставку открыть. Думал, но понимаешь, в чем проблема? Она должна быть идеальной, а я типа не знаю, как сделать идеально. Потому что если обычный чел откроет, то типа, э, ну ладно, фиксим. С тебя спрос большой. А с меня спрос, это конечно, блин. Вот он засирает всех, а сам... Ну смотри. Рис есть, в Филадельфии рыба есть. Вкусно. Ролл как ролл. Смотри, а эти-эти разные? Ммм... Ммм... Да. Ну тут только огурчик и игра летучей рыбы. Тут рыбка есть. Я бы сказал, очень плотный рис. Он сваренный, все нормально, но он плотноват. Очень прямо вот так. Как комочек, как грим. Плотная каша такая, плотная. Ну... Я не знаю, Машуль, а сколько еще ролл стоит? Вот прям один. Я боюсь еще один пробовать. Так, а тут креветка. Ладно. Вот эти вот с креветками, а эти с рыбкой. Пока что, пока что голова у нас набита жнецом, вижу только один минус за эту цену. Очень плотный рис. Очень. Прямо... Ну, почему это плохо? Мне нравится. Ну, с таким количеством риса, когда он доминирует, сильно доминирует, хотелось бы, чтобы он как-то все-таки прожевывался проще. То есть, он прям вяжет во рту. Но я не могу докопаться до этого. Это типа вот просто такая констатация факта. Самые обычные роллы, которыми вы не будете расстроены. Следующий ролл у нас с икорочкой сверху. И, собственно, маленькие маки. Так. Как ты вообще относишься к роллам, которые с укропом, вот со всяким? Ой, не очень. Укроп, мне кажется, укроп, он тут лишний. Он застревает в зубах, у него странный вкус, не сочетающийся с рыбой, по-моему. Ну, так вот, не очень. Ну, тебе вот это как? Я попробую. Я маленький попробую. Маленький самый обычный, как ты придумаешь. Ну, маки, как маки. Просто у меня укроп ассоциируется, знаешь, с борщом, с жареной картошкой. Он вкусный, но он не для этого, ну, как бы... Знаешь, икра вообще весь вкус перебивает. Ничего, кроме икры, не остается. Но икра не самая говеная. То есть, обычная икра. Да, потому что бывает, кладут, знаешь, которая как пластиковая, которую даже пик прожуешь. Надо накладывать майонезную, из моего такой, с вкусом сыра. Или кабачковую. Ну, в целом, я даже еще один съем. Но, конечно, укроп... Икра вкусная, но такое чувство, будто ты ешь не ролл, а икру просто. И иногда в ней вкус укроп какой-то пробивается. У риса он сам вкус такой не особо яркий. Понимаешь, это вот... Я замечал, что в ресторанах много заказывают. Люди не знают, чем завершить блюдо и кладут сверху икру. Ну, типа, да, мы сделали эту карбонару с лососем, но как бы нам за нее попросить 700 рублей? Ммм, икра. И всегда прокатывает. Хотя, зачастую, она как бы вообще ни к селу, ни к городу. Ох, е... в рот. Да, не важно. Жесть на стриме, Юлик. Уронил кучу роллов. 5 секунд, 5 секунд. 5 секунд, быстрее едим. Прямо с пола. Смотрите, сколько нам не доложили. Пол упаковки. Юлик ничего не ронял. Это просто жадные владельцы сушки. Блин, я вот такие роллы вообще не люблю. Это фарш там внутренний? Это вот этот, короче, тунец какой-то из этого, из банок консервированный. Не знаю даже. О, ну знаешь, у меня на вкус как-то нет из банок консервированный. Наверное, потому что это и есть, кто нет. Стояние-ка намусорил, я убираться. Все, пошел я сюда, пошел. Спасибо, господи. Вот эти самые невкусные. Да. И пока что из тех, что мы пробовали, может кто-то нас еще больше? Я не знаю, как сочетается куча кунжута твердого, такого хрупокрустующего кунжута. Мне кажется, он не совсем в чем. Кунжут сам по себе очень вкусный, но тут... Ну он вкусный, но его сочетание с этой рыбой, маслянистый кунжут и рыба из банки, консервы какие-то. Рыба из банки вообще не очень в роли. Не очень приятно. Отстой. Да. Убирай это нафиг. Я на пол выкину. Да. Ногой надо все. Не зря, значит, уронил. Не, на самом деле можно это будет доесть, конечно, но я думаю, что это последнее. Мы доедим, если... Ты, может, лучше половину роллов про него забыли, другие роллы, вкусные. Да-да-да. Но мы никогда об этом не узнаем. А это что у нас такое? Если кто-то вдруг знает, где живет Олег, вы можете прийти, залезть в мусорку, найти эти роллы и проверить. Не стойте, не злокизай. Я помню, Юрчик тут заезжал, нас тут съели за то, что мы выбрасывали в мусор, типа, еду. Хотя, ну, типа, кто будет макдак прошлогодний есть? Так. Отлично. Что это такое? Это сыр? Здесь, по-моему, куча сыра вот этой Фильки. И... Что там внутри, я не могу понять. Это... Мне кажется, или Филька такая дешевенькая? Да, я вот уже хочу сказать... Спасибо. Ее много, но... Дементий. Ее много, но она что-то не очень. Как будто, знаешь, из этих брикетов... Бывает, да. Как масло открываешь, намазываешь. Бывает, что она прям сырно-сливочная такая. А вот здесь она как какая-то пенка. Она, знаешь, похожа на... Которая из баллончика, тема. И вот она все портит. Была бы она... Немножко другой, было бы лучше. Слушай, мне даже показалось, что она в тех ролах другая, чем вот здесь. Может быть. И внутри непонятное, что-то слегка остренькое, черте что. Ну, нужно понять, что мы докапываемся, потому что тут огромный выбор. И нужно какие-то роллы даже за малейшие недостатки. Что это? Вот у меня такое ощущение, что это та же рыба. Здесь огурец, та же рыба. Огурец, та же рыба и острый какой-то соус. Это красный вот этот ореол, который ты вот показал. Вот это какой-то острый соусец. Ну, ты знаешь, когда мне Маша сказал, типа, давай сделаем обзор на 20 килограмм роллов. Я такой, это будет лютый отстой. Но, надо признать, кое-что из этого можно есть. Да есть все, что угодно можно, но... Когда ты покупаешь 20 килограмм роллов, где крышника? На что ты рассчитывал? Убирай пока, поставь, потом уберем в холодильник. Розовые роллы, они меня пугают. Я думаю, это тот же самый сыр, только с добавлением... Да, красители и корочки какой-нибудь. Ну, выглядит отстойно. Посмотри, как он отвораживается. Ну, комкуется. Не знаю, насколько... Я покажу это в камеру крупно, вот супер крупно. Там видно будет, насколько он, ну, как сказать, пузырьками... Как это называется? Знаешь, когда крем не замешивается, отслаивается крем. Я... Здесь не та же рыба, что в предыдущем было. А, нет, смотри. Тут какой-то кусочек есть. Ролл на обум собирали. Просто... А какая разница, с чем сочетается? Вот у меня тут рыба, тут острый соус, сыр. Вот давайте в него краситель добавим. Вообще непонятно. Хотя рандомная штука. Вообще непонятно, что ты ешь. В общем, хочу подытожить предыдущий ролл говно. Ну, не назовешь по-другому. Ты, ты вот, представь, приходит кто-то, он заказывает, хочет вкусно поесть рыбки, там, не знаю, ничего, в Филадельфию почувствовать или с друзьями. И вот приносят вот это. И ты ешь, и ты не понимаешь, что чувствовать. Это остро, это рыбно, это как-то непонятно. Это, знаешь, наверное, такой ролл, один из тысячи человек заказывает его и такой... А, может быть. И знает, что вот это то, за чем он пришел. То же самое, например, вот я вижу роллы. Это роллы с беконом, понимаешь? Ну, кто? Ну, это японская кухня или нет? Ну, это уже, знаешь, это просто праздник живота. Это твой стиль, Олег. Ну, я понимаю, но это... Они обильно политы послосладким. Ладно, потестим. Это вкусно? Это лучше, чем предыдущий. Намного. Но это не ролл. Это блюдо. Закусь под водку. Вот здесь Филадельфия вроде другая. Может, мы ее просто не чувствуем? Я не знаю. У меня вот такое ощущение, что там, где вот она сверху налита, ее, ну, не может, чтобы ощущение, вот у нас одно было ложное на двоих. Она как будто вспененная, как будто разбодяженная с чем-то. Может, они ее бодяжат, потому что выдавливать-то нужно много. Да. Такое ощущение, что они где-то ее, вот Филадельфию обычную и половина еще чего-то из серии взбитых сливок какой-то херни. Потому что вот там вот на этих на розовых, понятно, она вообще отвораживается, какими-то комочками идет. Явно с чем-то они ее смешивают. Признавай. Ну, беконовый ролл это, да, это странное блюдо. Так, угорь, давай, угря немножечко. Васаби не хватает. Очень странным соусом поливают сверху. Обычно, обычно это унаги соус, но здесь он какой-то, ты их знает. Реально, как ты сказал, кисло-сладкий или типа того. Прям сахар такой такой. Вот все роллы, что мы сегодня попробовали, нет такого, что прям, ты ешь и такой, отлично, мне нравится этот ролл. Все с какими-то... С оговорками. Да, 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 да. Может, даже что фило? Фило? Ее тяжело испортить. Если, конечно. Фило как будто крашеная, очень красная. Но... Ну, все красные рыбы, в принципе, крашеные. Ну, она же по сути серая, нет? Ну, по сути, она розоватая такая. Ладно. Отдает речке. Да. Не могу сказать, что супер-мега-свежая какая-то штука. И рыбы мало, несмотря на то, что она вроде как обернута вокруг, но слой рыбы очень тонкий. Угу. То есть он прям, не знаю... Обидно? Такой большой сет и... Миллиметровый. Ну, вот эту Калифорнию я даже что-то не очень хочу пробовать, если честно. Да. Ну, надо. Ну, это я тебе оставлю. Я сам не очень люблю Калифорнию. У меня вот... Я не понимаю, что это. Это икра такая или что? Чувак, полезные углеводы. Гликемический индекс, углеводное окно, вот это все. Ммм, гликемический индекс у риса, я думаю, довольно большой. Да, он, наверное, говно, но... Пахнет кислятиной. Ну, обычно в рис добавляют уксус Саш, он вкуснее был. На вкус, кстати, рис прикольный. Очень плотный, много где. Если вы любите рис, а не рыбу, сыр, соусы, огурцы и прочие вещи... Это топ-1 вообще, топ-1. Ну, да, да. Можете сразу заказывать, чтобы вам 20 килограммов вареного риса присылали. 50. Суши, суши-маркет, народ, суши-маркет. Просто рис. Серьезно. Ну, это и выглядит, как просто рис. Ничего, кроме риса, не чувствуется. Вообще ничего. Хотя там вроде есть что-то. Что-то черное сверху. Грязь. Вот здесь, это плотность риса, о которой ты говорил, я знаю, прям полностью чувствуется, потому что ничего, кроме риса, нет. А желтые должны быть другие по вкусу или это просто цвет? Да это просто крашеная икра лизыши-рыбы. А, да это то же самое. Слишком. Я не знаю, твой вердикт. Топовый, топовый ролл, самый пососный ролл. Нет топовых роллов. К сожалению. Среди того, что. Они потом вырежут из контекста и будут говорить, вот Олег говорил, что наши роллы топовые. Ну, самый первый можно есть было. Самый первый. Там было много фильки. Все можно есть, если вы... Нет, есть... Ой, погоди, здесь что еще что-то есть? Вот кроме острого с красным сыром сверху, вот это есть нельзя. Тут есть еще роллы, у которых внутри просто трава. Смотри. Я думаю, что мы не будем их пробовать. Смотри. Да нет, давай уж я попробую. Давай. Соус макну, может... Может быть, это тот ролл, который вообще изменит все отношения. Но там, типа, внутри просто трава. Капуста эта, пекинская или как это? Ой, фу, как будто кимчи ем. Во, вегетарианская штука какая-то, да? Я люблю кимчи. Ладно. Я скажу так. Первый ролл, где было много фильки нормальной, его есть можно. Ну, типа, скажем так, если бы мне такое принесли, я бы съел. Там и кусочек рыбки, и Филадельфия, и она сырная такая, как бы, твороженькая. Все остальное что-то даже выделить нечего. Выглядит прикольно, но по вкусу... Ну, вот это, серьезно, ты не пробовал? Но здесь не чувствуется ничего, кроме риса. Хотя здесь вон есть и сыр, и что это, и рыбка какая-то. Просто рис ешь. Такое. Швахово. Швахово. Ну, и самая, наверное, топ-1 от стойности, это, мне кажется, вот эта, конечно, штука. Че, ну как так можно? Ты посмотри на это. Посмотри на это, что это такое. Почему оно... Их надо было на пол уронить. Такое ощущение, как будто из него масло выступает из этого крема, знаешь? Вот это и есть. Просто... А может, у него маслом водя же? Я хрен его знаю. Может быть, как-то взбиваю с каким-то дешевым мазиком, я сейчас не знаю. Но я бы сказал так. Я бы, если бы ко мне пришло много людей, очень много людей, предположим, 20 человек... То они, скорее всего, бы пили. И тогда ты пьешь? Которых я не люблю. Не люблю. Блин, тогда им ничего не надо заказывать, пусть голодает. Не, я бы, как бы, я бы хотел, если бы прослыть, вроде радушным, типа голодные не ушли, но и, знаешь, там, заказывать им что-то прикольное особо не хочется, я бы отсюда заказал, не стал бы ни у кого спрашивать, а тебе что заказать, а тебе просто вот вам 20 килограмм, 19 килограмм животвые, типа... Знаешь, из пяти баллов я бы поставил им три. То есть это не совсем говно. Я не совсем с тобой согласен, объясню почему. Когда ты говоришь об оценке, и особенно, когда ты делаешь обзоры, например, с Кузьмой, там, еще с кем-то, да? Мы вообще по 180-бальной шкале оцениваем. Да. Но если ты оцениваешь по пяти или по десятибальной шкале, ты должен сразу озвучивать, что такое пять или десять. То есть я считаю, что если ты, вот, например, по пяти... Я могу. Пятибальная или десятибальная, это божественно. Пять – это идеально приготовленные роллы, 20 килограмм, не 19. Единица, я даже не знаю. Единица, наверное, конечно, чтобы не довезли нам. Но это что-то такое среднее. То есть... Не довезли – это нельзя оценить, а именно вот по качеству. Понимаешь, я к чему? Я к тому, что если ты ставишь три из пяти, то в общей оценке это в верхней половине и крайне приемлемо. Вот. А я бы дал два. Тогда два. Если так оценивать, то два. Потому что, как бы, один – это совсем дерьмо. Здесь не совсем дерьмо. Есть – можно. Есть – можно. Но три – это, типа, крайний норм. Четыре – хорошо, пять – великолепно. Я бы не сказал, что это крайний норм. Это, типа, вот, просто куча риса. Да, и чуть-чуть тонко нарезанной рыбки. Вот. Жить, конечно, можно. С голоду вы не умрете, если вы не заказываете. Оно не стоит того. Наверное, можно на 10 тысяч рублей. Сколько МакДака можно заказать на 10 тысяч рублей, попереки? У нас все меню МакДака, все меню МакДака с Ховой вышло на 4 с чем-то. 4 с чем-то? Да. Все меню, все гамбургеры, все соусы, все креветки. Все, короче. И, знаешь, и даже, которые одинарные, двойные, все вот эти вариации. А как думаешь, вот этот сет, он пользуется популярностью? Понимаешь, в чем проблема? Есть, короче, у меня группа ВК. Она называется «Вы что мне привезли?» Да, просто народ сбрасывает. И люди зачастую вот на такое говорят, да это норма, а у нас в городе вообще ничего лучше я не видел никогда. С такой точки зрения в Африке вообще есть ничего. Ну да, там это вообще пиршество на 3 свадьбы накормить можно. Может, вам следует изменить немножко область доставки? То есть, до Африки давайте. Да, в Африки, да. Можно всего пару районов для начала. Ладно, друзья, вердикт, я все такое не заказал. Да, согласен. Вот. Но для нелюбимых людей, которых вы не очень любите, есть их очень много, только такой вариант. Их можно заказывать, если вы что-то снимаете, и в кадре вам нужно много роллов. Там раскидывать, кидаться, битвы. Кидаться роллами, да, да, да. Идеально, идеально подойдет. Реквизит, как реквизит. Вы будете кидаться, и вам будет не жалко. Что-то в полете можно будет съесть, но не все. А с вами был Юлия Нешко. И славные дружавные. И напоминаю, что мы фритюрим все там на канале. И сейчас здесь будут ссылочки. Там даже роллы во фритюре есть. Да, там даже роллы во фритюре есть. И хотя бы вот роллы во фритюре надо. Очень вкусно. Я думаю, это их бы спасло. Многие из роллов спасло бы, но не все, конечно. Что, пойдем зафритюрим все это? Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok